Всем привет, ребят! В этом видео речь пойдет, как можно доработать свой автомобиль с двигателем Cummins путем перепрошивки блока управления и такой доработкой, как установка круиз-контроля. Как вы знаете, эти автомобили продавались в дешевых комплектациях, где не было вебасты, противотуманок и круиз-контроля. И были автомобили полностью нафаршированные. Это у нас круиз-контроль, вебаста и противотуманочки. Соответственно, люди, которые в одно время сэкономили, остались без такой приятной функции, как круиз-контроль. Если вы ходите на межгород, без этого функционала довольно-таки проблематично ездить. Особенно, если у вас неудобная посадка, что-то вам мешает долго находиться с нажатой педалью газа за рулем. Именно установка круиз-контроля облегчит вам жизнь за рулем на длительные расстояния. Именно сегодня мы доработаем этот автомобиль, установив на него круиз-контроль. Серега к нам приехал в первую очередь на диагностику. Но он нам рассказал, что жалуется, что если давить на педаль газа, ему лично за рулем неудобно. Когда он нажимает на газ и скорость больше 80 км в час, у него нога устает. Нога устает и автоматически получается ты сбрасываешь постоянно. Нога устает, ты отпускаешь, смотришь, упала, скорость упала. Потом опять вроде. Проедешь, проедешь, смотришь, опять. И мы решили перепрошить блок управления для того, чтобы воспользоваться на 100% его функционалом. Мы поставили вместо 120 лошадиных сил и ограничение крутящего момента, мы сделали ему полноценную прошивку на 148 лошадей. И отключили, соответственно, ограничение крутящего момента. Сейчас у него полноценная машина с оптимальным впрыском. И будет она легко набирать скорость. Не так тупить, как штатная. После 70 перестает ехать. Сейчас она будет продолжать набирать скорость. Сейчас мы вам покажем, как с помощью нехитрых манипуляций сделать на этом автомобиле круиз-контроль. Во-первых, мы получаем оптимизированную прошивку и получаем круиз-контроль. То есть у нас появятся и прогревочные обороты. Мы можем одним нажатием у нас будет подниматься обороты. Если мы стоим, например, на холостом ходу, где-то у нас рефрижератор. Мы раз нажали, подняли обороты. У нас повысилось, соответственно, масляное давление в системе. У нас можно долго стоять на холостых, молотить с повышенными оборотами. Соответственно, не будет падать ресурс двигателя. И, во-вторых, это зимой комфортно. Нажал кнопку, машина быстрее прогревается. Итак, во-первых, нам понадобится диагностический сканер профессионального уровня. Вы меня часто спрашиваете, каким я оборудованием пользуюсь. Это у нас оригинальный американский сканер Inline 6. Вы можете найти в сети дешевые сканеры Inline 6. Это будут китайские копии. Такие копии стоят 30 тысяч рублей. Данный сканер стоит 120 тысяч рублей. Очень существенные у них отличия, как по качеству, как по скорости работы и по качеству связи. Обмену данными. Во-вторых, нам понадобится новый подрулевой переключатель. Потому что в исполнении Бомж Эдишн здесь отсутствует кнопка включения нагрузочного режима. Здесь у нас кнопка присутствует. Они не отличаются по номерам. То есть, здесь у нас номер. 31, 11, 37, 0, 9, 100. Тут у нас идет только приставка 18, а здесь идет с кнопкой 28. Что на Газели Nex, что на Газели Бизнес, они абсолютно идентичны. То есть, соответственно, можно беспалево скрутить с одной или с другой машины на другую. И, соответственно, приобрести и не парить, запаривать себе мозг. Отличаются они чем-нибудь или нет. В общем, покупаем, заказываем, покупаем такой рычаг. Без кнопки, по-моему, стоит в районе 1900 рублей. С кнопкой чуть подороже. Чтобы снять этот рычаг, нам нужно 6 болтиков крестовой отверткой выкрутить. Освобождаем место с этим рычагом. Здесь у нас идет фиксация всего на 2 болтика. То есть, вытаскиваем, отсоединяем разъем. И, собственно, она оказывается у нас в руках. Теперь, чтобы наша сборная, солянка, прошивка, педали и рычаг заработали вместе, нужно убедиться, что концевики педалей правильно отрабатывают. Подключаем сканер, выводим информацию о педалях, о концевиках и нажимаем педали. Это у нас отвечает за педаль сцепления, это у нас за педаль тормоза. Нажимаем педаль сцепления. Видим, что концевик у нас отрабатывает корректно. Теперь нажимаем педаль тормоза. Концевики отрабатывают. Все отлично. Очень часто на автомобилях, когда начинается влажная погода, сырая, зима, эти концевики некорректно работают. И, соответственно, круиз-контроль у вас работать не будет. Поэтому мы проводим контрольную проверку. Видим, что у нас все работает. Теперь можно заводить автомобиль и убедиться в работоспособности. Заводим автомобиль. Нажимаем кнопку прогревочных оборотов. И у нас обороты 750 поднимаются до 1000. Все корректно отрабатывает. Вопросов к этому нет. Нам останется только сейчас выехать на трассу и посмотреть на реакцию вот этого человека. Как он ездил до и какая реакция у него будет. Детский восторг, когда нажимаешь кнопку и машина продолжает ездить. То есть сколько километров человек проехал, и у него не работал круиз. Не было этого функционала. То есть 100 тысяч он отъездил, мучился. Сейчас будет отлично работать. Если вам хочется восстановить полный функционал вашего автомобиля, чтобы у вас появился круиз-контроль и хорошая калибровка, приезжайте, сделаем за небольшие деньги. Все у вас будет отлично работать. Как, Серега, работает круиз? Шикарно. Все, человек не держит, не данкер. Машина сама едет. Теперь ехать и отдыхать. На этом видеоролик заканчивается. Судя по реакции Сереги, я понял, что ему все очень нравится. Серег, есть у тебя какие-то вопросы, пожелания? Пожелания. То, что развивайтесь дальше, ребята. Что хочу сказать подписчикам вашим. Я не жалею, что потратил там и время, и деньги. Я доволен. Скажусь такое. Ну, ни в одном сервисе с вами так полупаться никто не будет. С каждой гаечкой, с каждым болтиком. Ну, я просто доволен. Так что, парни, кто ездит, Питер, Москва, по М10 едет, заезжайте в гости. Если есть у вас какие-то вопросы по машине, если нужно просто посмотреть машину в каком состоянии. Заезжайте, все посмотрим, все вам скажем. Что нужно сделать, какой суммы это обойдется. По нашим видео вы все видите сами. Кто на что прилипает, какие предпосылки есть. И к чему приводит недогляд за вашим автомобилем. На этом все. Всем спасибо за внимание. И пока. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok